Привет, друзья и подписчики на канале Atamono5. Сегодня мы с Глебом вместе снимаем видео. Мир смеется, потому что он тему видео уже знает. И сегодня в нашем видео мы поговорим о сексуальном воспитании детей в начальных классах. То есть Глеб у нас ходит во второй класс и у них уже проводили занятия по сексуальному воспитанию. Кто к вам приходил? Это была служба, которая занимается защитой детей. И они проводили с ними занятия именно по сексуальному воспитанию. И о чем вы говорили? Расскажи нам коротенько. Не хочу. Не стесняйся. Что ты стесняешься? Мы говорили про человека. Про людей говорили, да. Да, еще. Писик. Половые органы людей говорили. Женские, мужские, да? И это надо обязательно говорить. Обязательно это говорить. Да. И про секс. И про секс тоже говорили. Так что все, это нормально. У вас было сколько? Два часа учебных? Нет. Два урока было? Да. Два урока. Но два учебных часа проходили эти занятия. Угу. А еще, о чем вы с вами еще беседовали? Ничего. Мы не про игру играли. А, вы играли в виде игры все это проходило у вас, да? Угу. То есть вам как? Как это проходила игра, скажи нам? Норма. Норма. Нет, ну норма, это понятно норма. Как это проходило все? Вам задавали вопросы или вы? Да. Да. А, то есть вам задавали вопросы и вы отвечали на них, да? Да. Тем самым они узнавали о детях, на каком уровне сексуального воспитания они находятся. Потому что я могу сказать, почему это происходит. Потому что у нас даже в нашем классе, в который ходит Глеб, был случай, когда девочка, по-моему, говорила, да? Кто? Или мальчик у вас что-то говорил про то, чем занимаются родители у него дома или у нее дома. Не помню кто. Да, нам учительница рассказывала. То есть она говорила о том, что нельзя говорить, по идее. И вот может быть на фоне этого, ну не на фоне этого, это у них в плане, запланированно тоже проходят такие занятия по сексуальному воспитанию. Угу. Что? Ты стеснялся говорить или не стеснялся? Да. Что там? Стеснялся? Угу. А остальные как все вели? Тоже. Только один не стеснялся. У мальчика он жук. Да? Направно, не знаю. Он не стеснялся? Да. Ну вообще, по моему мнению, не надо этого стесняться. Дети должны знать о сексуальном воспитании с самого детства. Поэтому я только за это. Я бы это про что это? Про секс тоже обязательно. Да. Тоже нужно знать. Потому что дети, современные дети, по крайней мере, знают в данный момент больше, чем мы знали когда-либо. Потому что имеется интернет, есть много информации. И вот именно с начальных классов происходит обучение. Почему он стундеплан? Можешь показать. Хочет показать свой стундеплан про уроки. Бла-бла-бла-бла. Все норм. Все. У него такой есть стундеплан. Им ставят здесь смайлики. Если он хорошо провел занятие, ему ставят хороший смайлик. Если плохо, то плохой смайлик. И если есть какие-то замечания, пишет. У Глеба было два таких небольших замечания. Что я хотел спать, что я, как еще, не клачь-то. Мешал. Да. Болтал на уроке. Вот ему написали здесь замечания в этом штундеплане. И здесь родители в конце каждого дня расписывают. То есть вот я здесь вот расписываюсь. Вот таким образом проходят у нас занятия в школе. Что ты еще можешь сказать по сегодняшнему дню? Про классы надо говорить? Нет. Ну то, что вот сегодня у вас вот эти занятия были. Сексуальное воспитание. Я вообще ничего не помню. Так это я. Только это и все, да? Может я скажу про школу или что? А что ты про школу хочешь? Да. Про штунды один. Что у меня одна девушка сделала. Ну расскажи нам. Нет. Не хочешь рассказывать? Фиква. Фиква. Уже. Не хочешь нам рассказывать об этом? Нет. А что он мне сделал? Вот я скажу. Нет. Не на ушко скажи. Нет. Не хочешь? Фик тебе. Фик? Уже. Показывает нам фик и не хочет нам рассказывать. Ага. Ясно. Ну как тебе вообще вот это занятие, этот урок понравился по воспитанию, которое вас проводило? Коль. Да? То есть, что вы нового узнали на этом занятии? Ага. Что нового узнали? Про секс. Про секс. Узнали новое? Угу. Это я в тысячу лет, но с первого класса все. С первого класса все. Окей. Про то, что есть различные половые органы у мальчиков и у девочек, да? Угу. Там даже было показано у девочек. Вам картинки показывали или видео показывали? Нет. Мы сами там там мали. Сами рисовали? Сами рисовали? Йоу. Сами рисовали половые органы? Ага. И это тем более. У девочек тоже. У девочек? И у мальчиков все. Как это выглядит вы рисовали? Где? На доске рисовали или на бумажке? На бумажке длинной и длинной. На бумажке? И каждый сам рисовал? Да. Или кто рисовал? Мне там должен был один человек лезть, лезть. И там два человека рисовали. Вот. Хатгерс. Цайшнет. Цискали по-русски и по-инецки. Угу. То есть рисовали, обрисовывали его, да? Да. Вот. И потом что? Потом мы там делали все. Писали, как называется. Как называется? И я там сказала, клёпчили колокольчики. Ха-ха-ха. Ну, это эти. Мужские яички, да? Угу. По-именьски это пенис. Пенис? Ну, пенис, да. Угу. Половые органы мужские. Угу. А как называются женские половые органы? Мужи. Ха-ха-ха-ха. Вы об этом всем говорили, да? Да. А как полные? Я вот это не знаю. Ну, женский половый орган называется. То есть вы об этом всем говорили? То есть вам рассказывали, вот если, кто у вас там, где женщина приходила? Ага. Да. Женщина, которая уже сорок лет уже. Ей сорок лет, да? Одной. Угу. А вторая? Не знаю, сколько лет она скажет, что сорок лет все. Сорок лет? Убил. Вот. То есть вот таким вот образом проходят занятия в школе по сексуальному воспитанию детей, начиная уже. У вас в прошлом году не было этого уже? У-у-у. То есть со второго класса начинается такое сексуальное воспитание, занятие по сексуальному воспитанию детей. И, на мой взгляд, это как бы нормально. Это должно быть естественно быть. Есть много противоречивых мнений о том, что рано начинать говорить детям об этом. Но я думаю, что нужно начинать именно говорить со школьной скамьи, чтобы дети знали, как все происходит, как предохраняться и тому подобное. Вам рассказывают, как предохраняться, наверное? У-у-у. Нет еще? Рано, да? Да. Вот. И потом расскажут. И чтобы не было там случайных абортов, случайных родов и тому подобное. Некоторые хотят иногда сбежать. Некоторые хотят сбежать? У-у-у. Почему? Ну... Стыдно? Нет, просто, что один раз вместе я брал жижигалку и хотел одной девушке подпалить волосы. А, ну это просто хулиганство. Вот. На этом мы с Глебом будем свое видео заканчивать. Желаем всем всего доброго, всего хорошего и без боли. Чёс. Тюс. Тюс. Продолжение следует...